Сейчас, Игнат Тихонович, я хотел вот посоветоваться, точнее как разобрать вопрос один, вот с искушением Иисуса Христа в пустыне. Так, говори. Вот дьявол подошел ко Христу, и вот в этих трех искушениях, я так понимаю, скрываются все искушения, которые как бы смысл искушения дьявола, которые он делает к любому подвижнику, к любому христианину. Это у Федора Михайловича Достоевского подробнейшим образом взято от святых, там Зосима показывал. Все искушения мира включаются в эти, в три, какое ни возьми. Это авторитет, власть, чудо. Вот первое, смотрите, первое искушение, это, ну, я так понимаю, касается плоти, да, то есть вот все, что, вот избыток, ну, конкретно избыточную еще пищу, там, чревоугодие, все, что касается плоти. Правильно я понимаю? Абсолютно. Когда корми, говорит, а потом спрашивай. Нельзя будет ни продать, ни купить, пока не поклонишься, пока не поставят тебе начертания. То есть, вот смотрите, за первым искушением стоит, как бы, еда, но за ним идет, то есть, если ты чревоугодишь, дальше идет и блуд, и все остальное. Да. Ну, как бы оно вытекает из нее, я так понимаю. Да. А вот смотрите, а второе искушение, это значит, если человек первое преодолел, то есть он взял над собой уже, то есть телом своим управляет, там, не чревоугодит, сатана предходит ко вторым, со вторым, и он ему предлагает уже места писания. То есть, значит, человек уже что-то, ну, у него умом думает, он что-то знает, и сатана ему предлагает неправильное толкование писания. Так ведь я понимаю? Нет, не только это. Он предлагает всем, которые писания вообще не знают. Второе, что? Чудо. Бросься вниз, и понесут ангела тебя на руках. Чудо. Человек думает, что что-то он может, он теперь будет разное делать, выдумывать, интеллект, все что угодно. Только чтобы не быть тем, что есть на самом деле. Чтобы признать, что ты что-то теперь можешь, чудотворец и прочее. То есть, написано, и притом он таковно славянским языком пользуется, по-славянски Библии. А то, как говорит, это священный язык. То сатана им пользуется, не боится. Легко показать. Вот и все. А ты на это ответь. А зачем мне это нужно? А вот ты, верующий, скажи, чтобы гора сдвинулась, иметь горчичное зерно. Говорят, так это две веры. Одна вера чудотворения, а другая спасительная. Она объяснена. Два вида веры. И поэтому чудотворение, награды никакой человек не получает. Допустим, я сейчас скажу, и у тебя дверь сама захлопнется. И второе слово скажу, и у тебя там, говорится, искры посыпятся. Это ничего не надо. Самое главное чудо, которое есть, что он меня избрал. Что он мне открылся. Что я мог уверовать в него. И все остальное, как будто не мое оно и никогда не было. Вот чудо самое большое. Ну, конечно, второе чудо, главное, это иудейский народ. Вы видели, тут было, как сколько надо в пустыне было ежедневно воды, сколько хлеба. Считали? Это арифметика такая, статистика. Это ужас где-то. Где они брали? Какое-то кориандровое семя, манна. Перепелки там один раз поели. Ну, а последнее, падши, поклонись мне. То есть, пожалуйста, поклонись, у тебя храмы будут полные людей. Все люди эти твои. Я скажу, двери будут ломиться, как у мусульман. Ты только мне поклонись, дозволь мне признать, что ты покоряешься мне. Интервью дьявола. То он и говорит, я хочу, чтобы все поклонились. А какое горе? Кто? Самый главный враг, он сын. А что с тобой будет дальше? Он придет, он меня погубит, он меня уничтожит. Он знает это. Знает. А мы точно знаем, что так все и будет. И вот это поклонись, это царство небесное прямой выход будет тебе. Вот великий инквизитор у Достоевского в братьях Карамазовых об этом говорит. Вы спасаете гордых, какая-то частица. А мы всем разрешим, канона уберем. Каждый день больше причащайся. Все, и все будет. И обман стопроцентный. Больные умирают. Все морги забиты. Вот это, что сейчас было, это сейчас не только от этого. А от того, что сейчас-то причащались недостойно, не рассуждая о теле Господнем. А рассуждать как-то ничего не знаешь. О теле не которое в чашу, а которое на Голгофе. И для прощения грехов. Нет для прощения и грехов причащения. Это выдумка. Причащение для жизни. То есть виновен, получается, тоже, говорит, виновен против тела и крови Господней, против той Голгофской. Конечно. Конечно. Потому что это объединяется. Оно очень четко, определенно говорит. Не рассуждает. А тут что рассуждать-то? Тут и рассуждать не о чем. О том, как он пришел, показал высшую покорность Богу Отцу Небесному по-человеческому уже. Какой он оставил нам пример, ответ на все. Как его Пилат когда допрашивал-то. Не имел бы никакой власти надо мной, если бы не дано было. И все. Поэтому то, что сейчас бомбы падают где-то в какой-то стране. А куда Бог делся туда? Бог знал. Вы к этому шли день и ночь. Тянули на себя. Вот это огонь. И не надо удивляться. И поэтому рождаются те, которые будут бечом Божиим, как Навуходоносор. И насыто подотрут. Вот получается третье искушение. Можно сказать, наша православная церковь, когда вошла в коллаборацию с советским режимом. Спасти, чтобы церковь, как они говорят, чтобы спасти. Это вот и есть. Ей было предложено, чтобы спасти всех. Вы как бы станете советской, то есть лояльной коммунистической власти. И она на это пошла. Сергей Строгородский, это прямо об этом говорится. А мы спасем всех. И они тихо увянут, угаснут, тихо умрут. И за смертью обрящают лишь смерть. Открыто говорит. Это самое гениальное произведение может во всей мировой литературе. Художественное. Да. Так, понятно. Понятно, так расширено. Главное поклонись только. Вот только сделай то, я тебе все сделаю. Сделай это, сделай. А на самом деле как раз это все ведет к могиле. А сейчас то ли умер Жириновский, то ли нет. Восемь раз принял то, что... И теперь, теперь это его выбор. А он же говорил, как? Те, которые ничего не сделали, их надо арестовывать. В лагеря. Там то другое. Как только произнесся, я сразу сказал, приговор исполнится. Пока он думает о тех лагерях, его праха не останется. А он из них самый умный. Он из них знает там иностранные звания полковника у него есть. Им ГИМО учился. То есть, а сам ведет себя, как самый последний придурок на земле. Бесноватый. Агнатик, значит, вот если у вас бы спросили сейчас из руководства Украины, что нам делать в данной ситуации? Сложить оружие и выпросить себе жизнь. Чтобы позволили выехать оттуда. И чтобы всех, которых наняли, и которые стали... Кому они лежат, неопределенное место. Сказать, мы уходим отсюда. Ничего не бояться. 300 лет назад язык один был. Это они пока в плену были, нахватали всего. И отдельный язык теперь сделали. Его не было, языка этого. Он не идет ни от Вавилонской башни. А то, что они были пленены то поляками, то литовцами. Они никогда самостоятельны не были. Их Ленин создал-то вот это государство-то, где... Не было же ни одного этого большого города-то. Спроси Примазепи, сколько было, какие города. Приходится на выдумках на одних жить. Один ответ. Покоритесь. Остановитесь. А он дальше тянет и тянет. Ну, повешивает, как муссалине вниз головой на заправочной. А России что делать в данный случай? России. А? А России что бы вы посоветовали делать? Я другого совета не могу дать. Я говорил, что нужно сделать то, что делает. Немедленно прекратить строительство храмов. Полную свободу получить. Официально. И всем сказать, в оружие никогда в руки не брать. Мы защищаем его молитвами своими. Они уже 1300 потеряли только сейчас. Это уже сами признали русские. 1370 на вчерашний день. Они за каждого будут отвечать. А что они сделали? Это не нам здесь регулировать. Это сделали, значит сделали. Значит бишь Божий в руке его. И проклят, кто меч его удержит от крови. Бог тебе голову отрубит. Здесь нужно идти на проповедь, благовестие. Не касаясь государственного устройства ничего. Переходить на русский язык. Дать полную свободу церкви. Какое она имела в первые годы начало перестройки. Пропустили время? Посмотри мы. Никого. Никакие. А что позволил Господь сделать? Где вести занятия? Я сейчас смотрю назад, ужас берет. Пять отделов милиции я постоянно вел занятия. Городское, краевое, прокуратура. Везде суды. Все заводы, фабрики. Воинские части всего края меня везде таскают. Однажды вечером я говорю, прихожу домой, вижу машины стоят. Два полковника разных частей. Говорят, мы тут решили зафрактовать самолет, чтобы успеть вам по всему краю и дальше по Сибири вас возить. Они нанимали там какие-то кинотеатры. И в кинотеатре сидят. И на проходе меня вот так руками протаскивали. Я занимаюсь им. В фильме-то в одном я там среди курсантов веду. Видели? Вот, мне это очень интересно. Когда вы в воинских частях выступали, что вы им говорили? Все-таки. Вы им говорили, что если вы кого-то убьете, вам бы так не сказали? Я им говорила о том, что написано. Какие были там воины. Там Лонгин, Корнилий уверовали. Они сложили себе полномочия и пошли проповедовать. Я же ничего не скрываю. Вот у нас, которые были, пришли, сейчас они в патриархии, там, где я проповедовал, они уже учились не на первом курсе, и они все бросили и ушли. Вот так. Никого не убивать. А тогда зачем мы нужны? А вы сами решите. Я не призывал к тому, что снимите себя погоны, сегодня бросите и выходите. Это было последнее слово. Я говорил о Христе. Мне не надо опровергать другие ложные учения. И при случае я смогу это сделать. Но мне главное показать величие жертвы Христовой, как Он умер за нас. Как Он дает Духа Святого, Утешителя, при любой болезни, при любом недостатке. Я вот сегодня думаю говорить проповедь о надежде. Не надежде, а ожидании. А завтра, думаю, будет другое у меня. Что же у меня тут заготовка? Сейчас гляну. Так, это у меня будет от слова ждать. А здесь обида. Обида. Об обиде, когда обижаются. Завтра уже к вечеру счета Елена поставят. Я вот сижу, размышляю, хожу. Я же ничего не имею. Только читают Библию. А остальное даю связующие слова. Научиться мыслить категориями священного писания. Когда встречаются эти слова. И подчеркиваю всегда непревзойденности надального перевода. Я считал, я даже не знаю, сколько считал, разные переводы. Начиная с епископа Касьяна, который свидетели сторожевой башни. Разные-разные переводы. И считаю кощунством. Это Бог сделал так. Там канонизировано только двое. Хотя и против канонизации. Но того стоит. И, конечно, это у нас язык должен быть такой же. Я, как однажды, я увидел, что приехала комиссия на стройку. И сказали, кто имеет что сказать. А я им стал говорить, укорять их стал. Один мужик там, который в комиссии. У вас евангельский язык. А кто вы такой? А я евангельский не говорил ничего. Я просто говорил о справедливости. Но он уже пропитан этим. Я не замечаю, как я цитирую. Вот так. Да, стихи, когда читаешь, или когда читаешь ответы, это все там видно. Евангельский язык. Это легкость такая сразу. Легкость. Оно как река льется. Я выставляю там стихотворение, которое Ткащенко там, она повадилась. А в усатая оттуда выбирает. А от них я теперь беру. Я их как первый раз вижу. На каждую тему. А кто просчитает, ой, пророщи скандухи, там еще что-то. А я, мне до того интересно. Я не искал никакой славы через это. Меня судили за стихи. Судили. На суде мои стихотворения представляли. Набатный колокол пророщи-то России. Что за этим есть? Стоит свой вилл, поднявший руки. И дальше и трупами усыпите афганские дороги. Стоит свой рот от черепа, по мету птиц поставив голый череп. Вот атеистов. Словно и чеют. Слова-то все какие были, как будто кто-то их мне подкладывал. Они буквально разрывают все впереди себя. А почему? Потому что я никуда не лез. Нигде просто писал и все. У меня попозже как-то сторожиха одна пришла. Ну там полчаса, наверное. А я за это время два-четыре-творения написал. Я на суде так сказал. Я бы не написал, если бы меня обоими сменили с работы. Самые необыкновенные были побуждения. Я вот что вижу, как относятся. У меня на все, на все тема есть. И поэтому я когда гляжу, бывают жалобы на меня. Говорят, а почему он не здоровался? Мы шли. А вы сначала спросите, видел он вас или не видел? Я иду, я не афиши, не вижу. А вы там идете, а там вот показывают, где? Да напротив главпочтам. Да вы что? А я в это время шел, проповедь у меня текла. Это мне только, чтобы кто-то появился, чтобы сказать. Надо жить интересно и красиво. Вчера кто-то вопрос задал. Вот вы говорите, надо гигиениться. А через сколько надо мыться? Вопрос. Я не отвечаю. Ты сам реши, для себя. Ну, каждый день по два раза это великовато. Главное, что вы моете из-за чего? Для здоровья. Болеете? Ну, а кто не болеет? Я не болею. Я вот приехал как... Когда я приехал-то? 10 октября. Ну, один раз только еще сходил. Больше не хожу. Ноги надо вымыть. Я горячей водой в рот набираю. Надо елью до колен только. И руки до локтей. Все. А остальное там мокрой пармакашкой протер. Я не болею. Так жена главная. Тебя нисколько не пахнет. Я говорю, ну, бросьте вы это выдумывать. Идти-ка на церковь. Я вот эту... Я сейчас даже на ночь не стал снимать. Я его повешаю вот сюда, вот где висит пиджак. Чтобы она прометрилась маленько. Надеваю другую такую. Вот на неделе прорвалась. Я видишь, какую заплату зеленую пришил. Я и в храме такой стою. Я абсолютно совершенно такой и был. Не то, что под старость. Там ничего не надо. Мне никогда ничего не надо было. Мне только одно доставлялось. Кто-то как-то незаметно мне поможет. У меня покоя нет, пока я не найду. Пока что-то ему не дам, не рассчитаюсь. Вот бывает, Володя идет и говорит, вот это подали. Володя, а что мы им дадим? Ну как? Ну вот она яблоко дала. Я что могу дать? У меня яблока нет. Не бери ни у кого. А если берешь, там сразу в детскую занеси и положи. У меня это внутреннее чувство такое. Ну я знаю, морковку принесут, я возьму. Морковки нету, у меня уже глаз сразу почувствовал. Вот так. Своё с огорода. Володя вот там принесет молоко. Где взял? Платил деньги? Я в него вроде не возьму. Или дам деньги. А у меня денег нет. А как? А ты паскоров? А я сказал ему заплатить 500 рублей и полторашку. Полтора. Вот я буду. Я выхлопотал это. Считаю свою заслугу. Тебя саживай за стол. А здесь он покупает где-то там. Он еще не из потерявки где-то приносит сметану. Никогда не возьму. А теперь этот Андрей, зять этой, Елена Тагладыщук. А Андрюша-то, у него там 50 голов крупного рогатого уже. И доит. И она сюда принесет в сумке творог там. Я не верну. Один или два раза по бутылке взял. Там было на масляную и прочее. Я его заквашу и просто заквашу. Мне это как раз. Молоко хорошее, вкусно. Видно, что полынь не попадает. А когда полынь попадает, нужно скипидару добавлять. Ну, Игнатик, но вы делаете различия между близкий твой, родственник, к примеру, или кто-то другой внешний, ну, из тех. Это же разница есть, чего давать-то. Когда тебе близкий дает. И когда надо разделить это, мне кажется. Я там вот беседа, я беседую с одним там старообрядистом. Вот недавно ролик вышел-то. Видел, да? Видел. Видел, я еще тогда видел. Ну, и вот. Ну, и вчера только первый человек, Хапилина Валентина Сергеевна, спросил, а почему вы молчите? Я же даже звука не издал. Я ей там объяснил, как. А нельзя. Нельзя, там легион. Никак нельзя. А раз он не может спать, он страдает. Он уже, наверное, пятый раз пишет в разные тетради. Пока не просчитает. А ничего-то не помогло. В больнице сейчас лежит. И все. Он не может еще сделать. Это какой-то одержимый, когда колдуны кому-то передать надо. Вот он сидит, пишет, все. А теперь ему надо просчитать у меня. И ночью прийти через ограду, перелезть и сюда. Я не слушаю. Так он не мог к Надежде Васильевне за стенку пошел и не лег спать, пока я не просчитал. А там ничего нету. Ничего нету. Он выдумывает все. Это ему. Я говорю, из-за того, что недостойно причащаетесь. Поэтому начали бесноваться. Я вас не трогаю. Вы мне должны по самую покрышку. Вас бы потеряйки не было. Жены не было. Моя сестра. Я познакомил. Детей бы не было. Ну, маленько-то глянь. Неблагодарная. А как вы думаете, вот то, что сейчас произошло между русским народом и украинским, это уже неисцелимо будет в народах? Знаете, это не просто так. Но Господь силен сотворить. Иначе какая моя вера будет? Я молюсь об этом. Я не знаю, кто пойдет. Но главное, что через Украину вся зараза плыла все эти годы. Все ереси до единой. И вот это вот мощение лба, это все оттуда идет пакость. Я вот недавно материал-то выставил. Что виновна Украина. Это именно в этом. И там говорит не Кипр, а Одесса, Херсонский. То есть все это оттуда идет. Там вот эти, что они знают там с католиками-то, на себе все это завезли, заразу-то. Зачем им нужно это было? Нет, вот вроде только поминаете, а там ничего уже нету. Мощение лба, все остальное искаженное. И Бог знает. И поднял меч. А меч он дает кому хочет сам. Киру. Нашел Кира и сделал. Так что тут не надо ничего гадать. Дело Божье. Нечеловеческое. Бывает так, что полностью разрушено и все, и можно примириться. Как лично-то в Урбрандт. Когда она освободилась, Асамира, и сидит за столом у него, власть-то переменилась. А он ее там, кажется, сына что ли убил. Ее там бросали в Дунай-то. И он сидит, обедает охранник-то. Просто думал, что... Он говорит, я была у вас в тюрьме, это вы моего сына убили. Он там поперхнулся, чуть не сдох. Я с ним переписывался, с этим Ричардом Урбрандом. Вот сейчас вышел фильм такой. Пытаемый, кажется, за Христа. Особенно ценно, когда они сидят, когда уже власть советская. И попы выступают один за другим, нам свободу дают. Она его сидит и слушает. Ричард, скажи. Так меня заберут. Она сразу отвернулась от него. Вот какие люди были. Как его пытали, били. Там ужасно все видели, может. Охранник говорит, запретил молиться. Опять молиться. Что ты еще молишься? Он говорит, а тебе молюсь. Он вышел. Вот такая вот у него физиономия. У охранника. А он его там бил, убивал, подвешивал. Что угодно делал. Мне это в некой степени понятно. Есть. Это Бог располагает. У меня другой путь был. Так Господь показал. Может, на мне он и показал, что и тут могло быть по-другому. Я не уступил нигде, ни в чем. И в то же время мне сделали метку КГБ, чтобы даже пальцем не трогали. Строг дали. А я там проповедую, где никто не пройдет. Строго режимный лагерь. И когда начинается эта мясорубка, у меня сразу же охранник подходит. Так, идите в красный уголок там, посчитайте пока. Вот как. Это Бог делает. Представьте, подполковник КГБ приезжает меня из тюрьмы, когда вызволяли. На машине оделся все с орденами, в форме. Следователя он взял с собой. Меня в машину довез до дому с Надеждой вместе. И говорит, я вашей матери обещался вас вернуть. Это первый арест когда был. Это кому говорит, так это вы с ними сотрудничаете. Я говорю, а в чем? Да вы сколько людей предали, их убили. Ну и еще. Предали, убили. То есть, ну никакой меры. Почему он лжец и клеветник, ищет кого поглотить. Он вас поглотил, а не меня. Я запрос сделал, какой у меня там во время их разработки. Какая кличка-то была? А мне ответ пришел на бумаге, говорит, не было. Вы под своей фамилией так и шли. То есть, не могли ничего придумать. А другого в Москве я знал, он Попков. Так его кличка была, клоун. Как будто о президенте какой-то страны сказали. Это все по-другому. Второй раз, когда арестовали, а тот же подполковник Никулин Юрий Михайлович. Он в это время был уже на пенсии. Так он пришел туда. И с ними там говорил. Я им сказал, что вы делаете? Кого вы арестовываетесь? За что? А мне говорит, Игнат Тихонович, согласитесь, что дураков и у вас и у нас хватает. И у меня приезжал и книги брал. Игнатий, я помню, вы говорили, что если во всех государствах вдруг перестанут лгать, то все развалится сразу же. Да, да. Потому что и статистика, и все это. Ну не лгать тогда. Никто, если не будет лгать-то. Милиция-то не нужна будет. Полиция-то. А если никто не лжет, то все работают. А ведь каждый-то лжет. Нет, а еще самое главное, оказывается, что все, что во что верили, что любили, оказывается, все ложь. Вот что самое главное. То есть развалится все до основания. Там вплоть до крещения Руси дойдет все до туда. Это как-то фильм «Сармат» показывает, когда у него отец преподавал марксизм-ленинизм. И куда и пошло, и все это. Они петлю себе надевали. А мне это открыто было с детства. Еще в школу не ходил. Я знал, что эти люди плохие, они в аду будут гореть. Пионеры-комсомольцы, и, кажется, коммунисты, это вообще людоед. У меня другого мнения не было ни одной минуты. И главное, что говорили, в армию пойдешь заставить комсомол. Но так как видят, что я молюсь на друга, мне никто не предлагал ни в партию, ни в комсомол, ни в пионеры. Они видели, что говорят, а вас вербовали. Я говорю, пока он первый допрос сделает, я его уже просвещаю. И он пишет, и уже знает, кто я. У них даже в мыслях нет у меня вербовать. Не то, что я с ними работал. Да, они мне говорили. При вашей строгости, порядку. Вам бы, Игнат Тихонович, только в наших органах работать. И он правильно говорит? Если бы так они делали, как я, никого не обманывали. Разговор был другой. Вот сейчас я смотрю, вот есть Навальный, там Борис Немцов был. Вот этот Гордон на Украине. Ну, прям видно, что люди плохие очень. Я не знаю, как их слушают. Даже не надо их слушать. Просто видно, что прям на лице написано, что очень плохие люди ведут не туда. Вот сегодня я слышал в Америке, он давал как бы интервью, вроде бы, с ним беседовали украинские где-то, Быков. А он как раз писатель, там приезжал, в Потеряевке был. Вот такой вот он, как Олег Стеняев. И он так это говорит, и так нигде не задел, что это так, в общем-то. А этот Александр Глебович-то, Невзоров-то, раскукарекался в Израиле. Та ему статью. И он там сидит, ехать-то боится. Его сразу на аэродроме арестуют. И все, и сразу язык, он бесконтрольный. А я молился, Господи, не пройди мимо, я каждый день о нем молюсь много лет уже. Какого потеряли работника? Он умница такой. А теперь обнаглел, а так вот урод у него там курсы ведет, атеизма. Вот натолкнулся на свое, рядом с Навальным будет, а там тебе лет 9 еще добавят за разговоры. Я реабилитирован. Могу рассуждать об этом. Какие они? Когда узникам, которые были диссидентами, православными, баптистами, говорю, ни у кого не было, как у меня, даже в помине не было, чтобы так проповедовать, чтобы охранники стояли у дверей, и вся большая перенасыщенная людьми хата, хата это где находишься, и чтобы лежа на шконках никто не курил. Первого дня у меня это все было, и какое отношение даже. Против меня один сказал слово, там такие вообще-то не убили. В рот тряпку затолкнули, давай сапогами руку один держи, другой ногу. Я плакал, давай за него просить. Это Бог делает так. У меня другой путь совсем. И я нигде не вылажу, что там долой такого-то правителя никогда. Я просто молюсь о них. Молюсь, чтобы не было покушения, чтобы они перед смертью могли покаяться. А смерть на телекон, возьми еще Ушеску Николая с Еленой, одним махом, ну, Муамара Хадапи, там ничего нету, Саддама Хусейна. Америка все это может делать. А эти дома, те через океан лезут сюда. И которые сейчас вот говорят о то, то, там где-то. Почему вы молчали 8 лет, когда Донбасс и Луганск кверх ногами ставили? Почему вы тогда там попы, поминать не будут патриарха, лицемеры? Вы же знали, что это идет. Это ваш народ. И при том, они не хотели отделяться, говорили, чтобы только по-русски было. Они не только там, давай, не признают вторым языком. На днях только об этом я слышал подробное, как говорят там. Считай, во Франции везде авторитет русского языка как поднялся. А вот он такой-то правитель этого. Ну и что от нашего разговора? А я молюсь. Я не просто молюсь. А мои книги у него стоят, начитанные. Он может взять с собой, в самолете летит. И я говорю, считай. Я думаю, может не считай, что мои диски слушаешь. Я послал. Сейчас, вчера были опубликованы уже документы, уже приказы секретные о том, что в конце марта украинские войска должны были полностью Луганский, Донецк, ну то есть ударить по нему. Должны были. Ну, уже я считал вчера об этом. Планы эти раскрыты. А теперь они по 4-6 километров отодвигают их. Да. Особенно вот это, где у них там склады были, подземные склады с военным оборудованием, с взрывчаткой. И они ударили с Черного моря. Высокоточное. Оттуда долетело и точно туда ударило и все кверх ногами поставило. Чего вы начинаете-то? Даже вот это гиперзвуковое, это в Америке и те отшатнулись. Это кончится когда-то. Это масонская загрузка пройдет на другое. Они не молятся. Там куда ни пойди. Православие не знают. Везде там протестантизм. Гомосексуализм проповедуют. Идут эти геи проклятые. Ну и что? Содомиты. А Бога там нету. Там огонь. И будет сожжено. Я только усилил моление дома. И теперь даже стал поминать больше правителя этого, на которого столько клеветы идет. И все. Вот то, что сейчас, можно сказать, вся вот эта часть мира западная против России и вся система против нее повернулась. Как вы думаете, Россия устоит от этого? Это я недавно только слушал, тут выступают такие экономисты и говорят. Они ударили по себе, это все понимают. Ну, ГРГС перекрыли. Вы же на улице будете стоять, мерзнуть. В два раза дороже продавали той же Украине. А вы видели, как китайская тут... Как это они... Китайцам объяснили-то. Как эта невеста развелась, хулигана завела это США. Ну, и как они били, говорит, для сыновей двоих, Луганский, Донецк. Китайцы поняли, все. А жена начала, говорит, флиртовать там с этими. А он ее, говорит, ее долги там 320 миллиардов долларов заплатил за нее. Китай все понял. Да. У них ничего нету, нету. Если бы я был неверующий, я бы просто видел бы, что никак нельзя. Я знаю только, воля Божия мне неизвестна. Я знаю, во благо. Во благо. А ребенок там погиб. Во благо. Семь сыновей, три дочери у Ио погибли в один день. Во благо. И когда златоусты говорят, верблюдов в два раза больше, а вес в два больше раза Бог дал, когда он от проказа избавился. А детей только столько. А златоусты говорят, а те, которые, они же живы остались, поэтому в два раза и детей больше. Вот как надо отвечать. Да. А у меня тут фотографии выставили, наша община-то. И дал ему, говорит, в два раза больше. И был такой специалист у нас, она работала где-то на телевидении. И хорошо написали крупно. И возвратил ему Господь, говорит, в два раза больше заголовок. И дальше там биография, церкви. А то мне возвратили. Вот я где сижу сейчас. Сейчас бы ничего этого не было. А сейчас таким как-то сказал, хорошо, что брата посадили. А то бы молиться негде было. Да. Конечно, было печально, скорбно. Все такое дело налаженное. Крутилось, вернулось. Стон студии огромный. Одной кнопкой сразу 11 магнитопонов. На скорости 19. Две дорожки в одном направлении в другом. А слушать по одной дорожке на 4,7 сантиметра. Понятно, что. Заложено было ужасно. Магнитопон стоил 321 рубля. А у меня оклад был 72 рубля. Их, вообрази сразу, 11. И запасных штук 5. Почему? Тихно. Ну вот, говорят, что чем больше знаешь, меньше знаешь, лучше спишь. А то есть, если больше знаешь, то хуже спишь. И люди уже, кто имеет большой опыт, особенно кто при власти, кто имеет много знаний, у них с возрастом лицо становится такое... Ну, загруженное, грустное. Они много знают, много знают преступлений, которые происходят в мире. И у них лицо все время становится хуже, хуже. Такое загруженное, загруженное. И к старости становится совершенно уже лицо, ну, непривлекательное. А у вас почему-то лицо к старости все более привлекательным становится. Но вы так много знаете, вы много видели людей, общались. Как вы все это, зная, смогли это пережить, что у вас на лице это не отразилось? Вы жизнерадостный такой же. Потому что с каждым днем я все ближе и ближе. К тому, во что верил, а то увижу. Я просто представляю, когда буду умереть. Я гроб заказал, там, неужели так я в нем спал раньше? У меня все готово. Пошел в могилу, разметил рядом с мамой. Свидетельствую. Боялись, что в Чечью нельзя ехать. А мы почти, кажется, три раза были. Везде нас встречали. Как будто мы родные приехали. Это Бог так делает. Я во всем вижу будущее. Смотрю выше голов. Как это будет? И почему они нет? Я оскорблю и плачу. И в то же время на душе всегда у меня светло. Я ни на кого не держу. У меня врагов нету. Которые меня считают врагами. Но это они считают. А я за них молюсь ежедневно. А у них закрыто. Они этого не понимают. Они неблагодарные. Я в чем здесь? Я их не выделял, чтобы тому дал, а этому не дал. Наоборот, им больше всего помогал. Ну вот я, допустим, пока я не работал в сфере... Сейчас меня на должность подняли выше. Я стал больше знать. И мне от этого не радостней. От того, что я больше знаю теперь. То есть я вижу, сколько где лжи. Оказывается, много все на лжи построено. Я-то снизу думал одно, а в реальности оказалось другое. И мне не легче от этого жить. Я так думаю, как хорошо, когда это я не знал. И вот, я просто подумаю, а вы чего только не видали. Я как-то слышал, вы говорили, что вы перегораете на молитве. То есть перегораете. То есть вы на молитву встаете, и, видимо, все, что у вас накопилось, там перегорает просто. А я в господь все это приношу. Они молятся, считают, что там перечисляют. А у меня свое идет, и я на два канала работаю. Даже на молитве. То есть я вижу, как они меня кольцом окружают, святые эти, как бы, как бы вижу. И в то же время просьбы какие были, и за все, за все благодарю. Вот это на три ступени молитвы, этого нигде не было. Это все от меня идет. Просьба, благодарение, ну и славословие. И здесь у нас сейчас вот 12 поклонов земных на молитве Ефрема Сирена, Господи, Владыка Животаемого. Это больше нигде нету. И считать канон Андрея Критского на три ступени нигде не было. Тысяча сто лет. А я их раздражаю. Почему не было? Я не родился еще. Я считаю, это мой был. А почему ни одного 319 комментариев в Новый Завет, вложена в эпилах, ты 900 лет на месте. А почему никто не взял? Я еще не родился, я же сказал. Вы так это все объясните, дайте другое объяснение, дайте. При чем тут я? Почему Гюставо Доредо же никто не раскрасил? Почему не издал Новый Завет, чтобы полностью был с откровением-то? За 2000 лет впервые мне, не имеющим образования. И как украть? Минимум по шести параметрам, какими буквами, там четыре шрифта. Что нужно выделено? Комментарии. А раскрасить и вставить? 260 иллюстраций. 240. Это никогда не было этого. Я иду совершенно непротаренной дорогой. А почему? Не знаю. По такие стихи, чтобы 36 строчек, как каждая троица, ну это три стихотворения. И чтобы напротив каждой строчки место писания откуда взято. В мировой литературе этого никогда не было. Ни одной строчки. А тут 36 раз надо Библию открывать. Теперь-то все видят, начали писать так, и я уже встречаю в интернете. И мои слова, которые спорит тот, кто ничего не знает, а знающий возвещает истину. Это мой афоризм. И им пользуются свободно. Почему? На молитве. Игнать Тихонович. Я на молитве стихотворения получаю. А вот вы же читали диссертации какие-нибудь? Или курсовые работы? Когда-нибудь читали? Как чьи-то? Да, чьи-то. Я, насколько знаю, они ничего не открывают, эти люди, а только того, чтобы их повысили в должность и больше получать. Я больше ничего не вижу в этом. Нигде. Я встретился, а она была... Ну ладно, говорите. Да, да, я просто хотел к вопросу. Ну вот, там порядок подачи материала, вы же знаете, как он написан? То есть это считается научный подход, вот в таком порядке подавать. То есть там введение, там какая-то основная часть, исследование и потом вывод. У вас в материалах никогда я такого не видел. Никогда. У вас идет потоком просто. То есть из ваших материалов можно... Я ни от кого ничего не беру. Вот из ваших материалов, из них можно делать диссертации. Но сами они не видят диссертации, они сами какое-то море как будто вылилось просто. И там еще разбирайся. Почему вы именно так? Потому что вам Бог так положил на сердце. Почему вы, ну как бы, вот этот, как в человечестве наработанный способ подачи информации, вы его не используете? Я его не использую, правильно. Потому что я его не вижу нигде. Ну, если так взять в разноску, он у меня все охватывает. Именно по любой теме. Я долго хожу, обдумываю, смотрю, почему тот-то пророк так сказал. Какая была обстановка. А там куда это я вставлю-то? Зачем мне это нужно? Я сразу начинаю показывать. И опять показываю. А сегодня вот это не делают. И опять показываю. Бог сказал так. И опять сегодня не делают. А может сделать вот так. У меня совершенно другое. Мне нужно показать, открыть глаза, как Иеремия говорит. Сначала разрушить, развалить, а потом строить, как он ему показывает, чем заниматься. Я вот по этому принципу и показываю. Всегда. Все проповеди на этом построены. И они результативность имеют такую, какую они все вместе не имеют. Мне вот, когда я беседую, сейчас рулетки. Мне ничего не надо. Мне нужно только на ресурсы дотянуть человека. В буквальном смысле. И каждый день один-два приходят. И когда они сюда заходят, вот они новые-новые люди, моли, на моли тоже стали приходить. Потому что там сокровища. Ну не буду я каждый день ходить, показывать этот, что у меня там есть. Мне главное его, чтобы он поверил. А для этого Википедия очень помогает. Ее довели бы до конца, там лишнее, что вверху написано, убрали. И тогда я ему показываю, заходи по скайпу. А тут я ему сразу три минуты скидываю все ресурсы. А тут уже Николая Сироткина поблагодари, кто старался. Видите, у меня подход здесь, я никому не подражаю. Мне грамота не мешает. Я ей не связан. Я долго думал, думаю, почему так, почему у вас так идет. Я понял. Во-первых, в сама Библии, ее когда читаешь, она не как диссертация какая-то написана. Она там не распределено, как бы вот так вот, что по полочкам. Там вот так потоком идет, ну целое, всеобхватывающее. И у вас то же самое, у вас потоком всеобхватывающее. То есть, как обычно, это все человеческие наработки, диссертация человеческая. То есть, здесь я вот об одном говорю, о другом вообще не говорю. Потом о другом начинаю говорить, о том вообще не говорю, забыл. А у вас вот все вподряд. То есть, писание, каноны, дальше стихотворение и жития святых, опыт, личный опыт. И все вподряд. И когда читаешь ваши материалы, ты вынужден сердце свое расширять. Вынужден, иначе ты не можешь ее понять. То есть, если ты сердце не расширишь, голову широко не сделаешь, то ваши материалы невозможно понять. Научным подходом к ним подходишь, да. Вот, оно заставляет человека меняться, заставляет просто. Расширяет, разбивает сердечное. Вот почему вы такой материал, ну, вы так подаете. И именно это приводит к результату. А когда обычно, допустим, сейчас пишут всякие хорошие статьи, там, диссертации там целые изучают, по святым отцам, по Библии, я их читаю, и у меня в уме там где-то прибавляется, но меня не меняет никак это. Я с такой, какой есть, такой остался. А я недавно выставлял материал, и там где-то очень сибирское какое-то было. И Юрий Соболев обо мне говорит доклад, видели? Видел? Доклад. Читалка. О том, что нет проповеди. И он полностью мою биографию приводит. Но он именно по такому порядку, он кандидат медицинских наук. Он преподает в университете, в академии и при метрополии. Да. Ну вот много есть людей, которые не могут понимать, вот как вы подаете. Они не могут. Им надо только вот, чтобы было, ну вот, прям вот, как этот, попунктно, чтобы вот так это расписано. И они даже не могут это прочитать. Ну, главное, там, конечно, я говорю о Христе. Возьми, вот как начинается Галатам и как Кремленам. По порядку. И апостол Павел там то семью захватит попутно, то как властей надо. У него никакого порядка нигде нету. И поэтому он мне порядок в том, что я вижу необходимость этого. Я смотрю, как во всей Библии, на что обращали внимание по этой теме. Главное, это тема та, но с другой стороны это. Вот это я стараюсь тогда объяснить. Поэтому мне сейчас, я даю другому считать места писания. Это еще больше вызывает доверие. Я мало ли еще написал. Кто-то может подумать. А тут никак. Другой человек берет Библию в руках, держит и считает. Такой проповедью в интернете не увидите, чтобы один считал и другой толковал. А я все занятия в университетах так и вел. У меня в этом образе, в виде, но только в одном университете 18 лет я вел занятия по этой структуре. Вот я тоже подумал, думал, я понял, что когда ты по порядку, почему они делают таким образом? Потому что ума не хватает. У вас ума хватает удерживать все это порядок в голове у себя. У вас есть порядок там. А у других его не хватает. Его надо именно расписать по порядку, чтобы когда обратился. Вот и все. А ты, может, слышали? Петр Первый когда-то, который считали вот так, как Ельцин там, он бумагу или Брежнев по бумажке там. И он сказал, прежде чем бумажек не было. Каждый говорит от себя, чтобы дурь каждого была видна. Дурь. Они дурь скрывают этим. А я говорю без бумажек. А их потом записывают, выставляют. Леновна, она же еще не добавляет. Она только поставит эту свою и записывает. А результат какой? Результат тот, которого другой никогда не добьется, зная все. Это в самом кратком виде. Я охватываю буквально все библейское, мировую историю. Как относились люди? Вот сегодня я буду говорить ждать. Когда было? Чего? И дальше я развиваю. Больше всего нужно что ждать? Я объясняю отдельные слова. То есть жизнь наполняют смыслом. А ждать у нас... Я жду с работы. Я жду ребенка. Там что угодно. Я его значение слов ввожу. И человек на жизнь смотрит тогда открытыми глазами, открытым оком. Понимаешь, что я не просто так делаю. Я разъясняю сейчас в данный момент. Слова отдельные. Вот моры, я объясняю. Глады. Я отдельную проповедь говорю. И человек когда считает. Вот я вспомнил, вы говорили. Ну вот именно вот мне, я тоже. Когда я вот как вашу подачу начинаю и сам так говорить, тогда у меня открывается сразу же... Отовсюду я могу что-то вспоминать. Но как только я перехожу на академический язык, у меня сразу все закрывается. Не знаю почему, то же самое. Как будто вот по вашей подаче сразу дает доступ тебе ко всем знаниям. А когда по научному ты начинаешь, тогда у тебя все закрывается. Ничего не надо смотреть, искать туда-сюда. Ну я говорил тебе, как я с ректором встретился. 28 студентов в университете. Это большой университет. Из 18 стран абитуриенты. И он говорит, Игнать Тихонович, его звать Владимир Васильевич. Тут новые русские хотят образовать, чтобы занятия для них вели. Они чувствуют недостаток знаний, над ними смеются. Я говорю, доброе дело. Да дело-то касается вас, как меня. Ну они вас избрали, чтобы вы преподавали им. Как меня избрали? Да у вас же профессоров только вас. Я говорю, нет, у меня образования нет. Ну не будем спорить. Ну я подготовился. И когда провел несколько занятий, меня опять вызвали, говорит, деньги получите. Я говорю, какие деньги? Ну вы же преподавали. Так я что за деньги, что ли? Не надо. Я говорю, вы не думайте, это нет университета. Это они, они богатые. Я пошел, влежу деньги, это не мои деньги. Я не видал таких денег. А как? Ну у меня не звания нет. Нет, сразу решили профессор. А дальше, наверное, Нобелевская премия. Еще они там нагородили-то. Я даже не знаю. А сколько дали-то? А я ими воспользовался. Кто директора. Один-то подарил тестомес, еще что-то. Все знают, чем я занимаюсь. И приехали в Потеряевку даже. Один там в Сороке посвящился. Интересно, тут была от КПРФ в центральном районе Ремнева Надежда Степановна. А потом ее взяли в краевую администрацию. И она когда просчитала, я ей книги подарил. Она за меня, когда я судился. И она встряла за меня. Прекратите безобразничать. Переделать все, что там делали у Лапкина. Она какую-то власть имела. Я выиграл. Из-за чего процесс-то? Я ей тогда книги подарил. Она говорит, а почему вы не защищаетесь? Я говорю, от кого? Ну, на диссертацию. А-а-а. Так на меня никто не нападает. Как я защищаться буду-то? Только воздух молотить. У меня нету конкурентов нигде. Нету. Потому что все настолько необычное, что нету в этой области никого. Кто знает меня, приезжают, ко мне сразу в стихарь одевают. Я тоже проповедую. Там в Тбилиси, в Москве. Даже пришлось говорить в Лиссабоне. Все заснято, показано. И как вам проповедь приходит? А я все время размышляю и думаю, важный момент вот такой-то. Там надо делать вот такое-то. Так. Что-то постой-ка я гляну, чтобы не опоздать. 3.15. Все, я ухожу. Благодарю. Спасибо, Христос. Благослови Господь вас. Спасибо, Христос. Все. Отошел. Храни вас.